27 февраля 1834 года родился русский живописец, художник-график, близкий друг и корреспондент Ивана Ивановича Шишкина, член Санкт-Петербургской артели художников, академик Императорской академии художеств, Павел Павлович Джогин. В картинах Павла Джогина присутствует как классический академизм, так и пейзажный романтизм. Он увлекался тем, чтобы представить на полотне пленявшие его виды родных мест, а затем окрестности Петербурга и северных окраин России. Природа в его изображении словно пытается говорить с нами на своем языке. Картина «Утро над рекой» хранится в Рязанском областном художественном музее. Имя Павла Джогина несколько затерялось в тени его прославленного современника и друга пейзажиста Ивана Шишкина. Но свой творческий путь они начинали вместе, втроем с Александром Гинё. Совместные поездки на пленэры, сохранившаяся обильная переписка, все свидетельствуют о единстве взглядов в вопросах искусства и долголетних теплых отношениях. Их первое серьезное путешествие состоялось на остров Валаам в 1858 году, по рекомендации Совета Императорской Академии Художеств. Северные окраины России стали обживаться еще в 15 веке усилиями учеников преподобного Сергия Радонежского, здесь возводились первые монастыри, храмы, устраивались отшельнические скиты. Тем не менее особая, строгая красота природы Валаама с немногословностью и окрасочных высказываний стала притягательной для русских художников лишь с середины 19-го столетия. В письме к родителям молодой Шишкин упоминал, «Нам предложили на Совете ехать нынешнее лето на Валаам на Ладожском озере, там монастырь, местность великолепная, туда часто посылают наших учеников, и редкий год не бывает кого-нибудь из наших. Туда часто посылают на выдержку, потому что там природа такая разнообразная, дикая и вследственно трудная». Проведенные на Валааме летние месяцы 58-го и 59-го годов подарили молодым пейзажистам десятки сюжетов, которые принесли первые золотые медали и звания классных художников в первой степени. Валаанский архипелаг, что живописен в высшей степени, с ученической поры полюбился Джогину, который не раз будет возвращаться сюда, спасаясь от казенной рутины. Так, за год до написания картины на Валааме Джогин вместе с Алексеем Боголюбовым по заданию Гидрографического департамента работал над созданием атласа берегов Балтийского моря. Сколько отдохновения и радости содержат в себе запечатленные по велению души вид Валаанского монастыря с возвышающимся на фоне предрассветного неба силуэтом храма Преображения Господня, окутанный розовым туманом остров, с едва проступающими контурами заросших берегов и крепостью, словно из-за кулис лесных чащ открывается зрителю. Наполненная нежными красками кисть художника рождает идеальный мир тишины, спокойствия и молитвенного состояния. Поистине великолепное произведение, на Валааме, хранится картина в Третьяковской галерее Москвы. Картины Павла Джогина наполнены невероятным спокойствием, ощущением теплоты и невыразимой тишиной. Автор и сам был весьма мягкий по характеру человек. Вечерний закат на реке, хранится в Музее изобразительных искусств Республики Татарстан. Но вот и застывшее движение, грозный ветер внушает зрителю чувство тревоги, приближающейся гнева сил природы. Обратите внимание на композицию, борющейся с ветром дерева, точно могучий воин стоит у обрыва, который освещает прожектор солнечного света, на фоне темных, грозных туч. Сколько тут драмы, сюжета. Не картина, а целое кино представлено в одном мгновении. Это весьма большая картина под названием «Буря», пережить ее можно в Русском музее города Санкт-Петербург. Одна из самых поэтичных картин Джогена. По холодным небесным просторам плывут гигантские облака и заросли леса раступились, ставя в центр фигурку девушки, отдыхающей после рабочего дня. Вдохновение для поэта этот – закат в Крыму. Одна из знаменитых картин Павла Джогена «Финский пейзаж». Обратите внимание, как каждая стихия тут играет свою отведенную ей роль. Клубящееся, великое небесное облако, проплывает над чистой, как поверхность зеркала, гладью спокойной воды. Большие, коричневатые камни лежат на берегу, точно древние звери на водопое. И кудрявая березка, как центральный персонаж, воспевает поэзию местных красот. Будто в Эдемском саду, под древом, у реки, тут оказалась и маленькая фигурка девушки. Все тут играет тандемя, составляя одну сцену, где нет ничего лишнего. Поистине неземная красота. Финский пейзаж, хранится в Иркутской художественном музее имени Владимира Сукачева. Давайте сейчас прогуляемся еще одним летним днем по сельской местности. Чувствуйте жаркий денек и свежий воздух, сочетание уюта теплого дня и деревенской повседневной жизни. В каждом мазке кисти художника, чувствуется его мастерство передачи гармонии, детальность и одновременная легкость повествования. Есть что-то, в этих лихо закрученных ветвях деревьев, придающее всей атмосфере картины едва уловимую драму. Думаю, эту деталь в живописи, можно отнести к особенному почерку Джогина. В отличие от своего друга Иван Ивановича Шишкина, чья фамилия у всех ассоциируется с грандиозными картинами, Павла Джогина ждала менее приятная судьба. Если цитировать одного из его биографов. Дальнейшая художественная деятельность Джогина, благодаря его слабохарактерности и неудачно сложившимся жизненным обстоятельствам, не оправдала возлагавшихся на него надежд. В последние годы своей жизни, принужденный работать исключительно для магазинов и вообще для художественного рынка, он писал свои картины без этюдов, не справляясь с натурою, назаученные мотивы и рутинными приемами, однако, и в этих вещах иногда проглядывали следы его дарования, умер он от рака в горле, в совершенной нищете.